всем привет с новым годом продолжаю заниматься мотоблоком сербским и небольшой рассказ о сцеплении этого мотоблока значит предыдущем ролике я говорил о том что я наклеил накладки на сцепление вот как видим прилегание есть но не везде равномерное потом повнимательнее посмотрел на корзину вот на эту когда она притянута маховику то получается что вот эти лепестки по которым ходит выжимной подшипник они неравномерно утоплены когда знаете прижимается корзина сцепления эти пластины лепестки утапливается немножко и вот они утоплены неравномерно начал разбираться в чем причина естественно как я уже говорил здесь не родные димфирующие вот идет пластинки снял я второй диск ну во первых ну во первых вот огромные борозды от того что предыдущее сцепление было вот наклепанным и заклепками съела очень сильно плюс промерил я толщину она не везде равномерно по всему периметру очень отличается на одну десятки где на полторы десятки вроде бы не критично но мне кажется это очень важно для сцепления поэтому нужно как-то попытаться выставить этот диск и проточить поверхность которая прилегает диску сцепления вот потому что если смотреть вот там где цифра 1 это трется по маховику а где цифра 2 как раз вот вот эти вот места они идут как сопряжение и здесь нет четкого следа а видим цепляет только в некоторых местах вот хотя вот видно да где вот она по блеску неравномерно что там варить поэтому нужно устранить все эти недостатки и самый главный недостаток вот не знаю заводская это димфирующая пружина или нет но похоже как заводская хотя или чего-то сделано из такого из пружинного материала то вот эти вот две сделаны просто из какой-то железяки которая не пружинит не амортизирует а просто гнется и назад не возвращается то есть имеет некоторую память в отличие от пружины когда нажал она так и остается как мыло вот хотя она должна возвращаться в исходное положение скорее всего в этом и кроется вся эта беда вот поэтому нужно поверхность эту полечить выровнять и будет счастье да еще еще хотел тут человек спрашивал о сцеплении гальдоне вот сцепление гальдоне но очень похоже на сцепление от мотоблока сербская мт единственное в чем разница у них у них разница в чем разница в том что у сербов немножко больше диаметр вот сербское сцепление о гальдоне при общей схожести они имеют разные диаметры сербская больше где-то примерно на 3 миллиметра всего лишь по диаметру ну соответственно не подходит не подходит разболтовка на маховике никаким образом и соответственно разные диски сцепления здесь не знаю какой был сербский в оригинале мне уже достался вот такой наклепанный гальдоне с напылением медно-графитовым вот и он гораздо тольче то тонкий совсем где-то порядка там трех миллиметров или четырех сейчас не помню по памяти ну и корзина сейчас для сравнения видите как отличается здесь гладкая здесь вот с такими выступами выступы скорее всего нужно нужны для того из-за того что сделали вот эти вот выступы из-за того что толщина диска совсем разные ну вот и все отличие у сцепления похоже очень на автомобильная вот поэтому нужно сейчас будет немножко устранять нюансы эти пластины нужно изготовить из чего-то пружинного вот и более крепкого материала чтобы все это работало более-менее адекватно все не три должны быть одинаковые они все здесь сделаны из разных материалов вот видимо что было у человека под рукой с того и делал отсюда у нас получается не равномерно уходят лепестки соответственно сцепление выжимается неравномерно вот поэтому нужно все эти моменты устранить попытаться поймать блок и будет еще одна попытка пока терпим фиаско ну и самый простой вариант конечно это дождаться ответа от сербов и получить новое сцепление сколько будет стоить пока неизвестно жду пока результата нет написал на завод там где изготавливали этот мотоблок жду ответ если ответ будет положительный и цена приемлемой то конечно будет проще приобрести новое сцепление и долго и счастливо радоваться этому мотоблоку пока ответа никакого вот такие вот дела всем благ и добра не болейте